Мир между странами и религиями. Как достичь такого согласия? Сегодня обсуждали на международном форуме в Киево-Печерской лавре. В украинскую столицу приехали ученые и представители различных конфессий из полутора десятков стран. Что решили, узнаем от Юлии Жешко. В крестово-сбиженском храме собрались представители разных религий, чтобы отпраздновать 30-летие возрождения лавры и ее монашеской жизни. С часа моего наместника, 25 лет, потому что я пришел, был только один храм в таком занятном виде. Это преподобник из Киево-Печерской лавре, но мы с братьями отродили практически все пещерные храмы. Отродженный храм Резва Божьей Матери, Анна Зачатевская, Андрея Первозванного, один и другой. На этом месте всего несколько десятилетий назад были практически руины. В последний раз лавру закрыли в 1961 году в ходе хрущевских антирелигиозных кампаний. Все святые места и мощи передали государству, сделали из святыни музей. И лишь через несколько десятков лет лавра начала возрождаться. Первыми открылись дальние пещеры, где прошла первая литургия. Потом восстановили прилегающие храмы и Успенский собор. Теперь же лавру приравнивают к одной из древних святынь. Близко 80 известных науковцев, богословиц, представителей церкви. Из 15 стран света приезжают хрущевцы, которые будут исследовать историю Киево-Печерской лавры и ее связки с другими центрами Вселенского православия, такими как Святогора Афон, Святая Земля, Иерусалим. Как достичь единства религий и мира между странами? Это главная тема международной конференции. Символом православия является гора Афон. Считается, что те, кто хочет познать православие, должен посетить храмы Афона, а вместе с тем и Киево-Печерскую лавру. Ведь лавра, как и Афон, имеет тысячелетнюю историю, и живут они по одним канонам. А вот с Иерусалимом же связана смерть и воскрешение Иисуса Христа. Храм гроба Господня – одно из самых посещаемых мест на земле. Именно поэтому, по словам митрополита Ануфрия, сохранить связь между этими святынями очень важно. За грехи наш Бог пропустил, что лавру было закрыто. Господь даёт людям выпробование, даёт выпробование для того, чтобы мы вдосконали свою любовь, своему терпению, своему смирению. Когда этот урок закончился, Бог нам снова открыл эту лавру. И мы дякуем Богу за то, что снова засветилась лампада молитвы на этом благословенном месте.